Протягиваем выпуск. Одни доход по информации, некоторые подеи худко обрастают чутками. На этот раз на просторах интернету заявилась новина. Небыто частку корпусов Гомельской областной детячей клиничной больницы вы решили пристосовать для приема хворых на коронавирус. С просьбой растумашить ситуацию мы взвернулись от доголовного врача установы Вячеслава Ижаковского. Марина Джалая с подробностями. У коледуры педиатричного отделения пахнет фарбой. У палатах пусто. У одной из них зараз працуют рабочие. Сурвезно грамонту не потребуется, только косметичным. Так робят, что год у каждого отделения уменьшить опляльный сезон. На этот час медперсоналы идут в отпуск. И зараз так. Что касается косметического ремонта, хочу вам показать. Мебель мы здесь посмотрели, кровати подремонтировали, отбойники установили. И как будет по всем палатам. Для того, чтобы беречь стены. То же самое мебель будет подремонтирована. То есть это по всем палатам. И так по очереди все этажи будут сделаны. Это косметический ремонт. Мы ежегодно так делаем во всех отделениях. Потом помоются отделения и будут готовы вернуться в работу через две недели. На пытание Аптима, откуда взялись шутки про прием коронавирусных пациентов, Вячеслав Ижаковский только руками разводить. Кажет, это просто провокация. Любая информация должна содержать проверенность. И какую-то профессиональную и человеческую этику. И, я хочу сказать, еще логика должна быть и здравый смысл. Понимаете? Сказать, что детская больница готовится к приему инфекционных пациентов, освобождает площади и при этом отпускает персонал в отпуск, это же не логика, это абсурд. Понимаете? Если бы мы готовились, мы бы не отпустили людей в отпуск, а мы бы их отозвали из отпуска. Гомельская областная детячая клиничная больница, различная на больше 550 месяцев, зараз занята меньше за половую ложку. С вирусными инфекциями и пневмониями коля 50 пациентов. Это меньше, чем летость. У мая сирот пациентов были выявлены одинковые выпадки захворывания на коронавирус. Таких детей одразу перевозили в инфекционную больницу. Марина Джала, Александр Харлампов, Телерадо, компания Гомель.